Водитель автобуса в неположенном месте повернул налево. В этот момент в него врезался зерновоз. Ударом разворотило кабину грузовика. Автобус МАН тоже серьезно поврежден. В этом виноват наш водитель. Начал проезжать, не пропустил. Большой груз. В автобусе находилось больше полусотни пассажиров. Шестеро человек в результате аварии получили травмы различной степени тяжести. Я получил травму колена и травмы большей ткани получаются. Больно поднимать тяжести. У мужчины с рукой плохо. У одной женщины ключицу сломала. У мужчины с селезенкой что-то. То есть там достаточно серьезные травмы. У меня что-то сотрясение мозга и вот с ногой. Там что-то такое с голеностопом. Одели гипс мне. Вот я в гипсе. И вот хожу вот такая. Елена Бондарева с ужасом вспоминает момент столкновения. Все происходило, как в страшном сне. Стекла посыпались. Крик. Все. Живы, живы. Кто? Живой. Тут фельдшер мальчик был. Врач. Я врач. Есть у кого бинты? У кого йод? Кто живой? У кого ноги? У кого роги? У кого что-то? Схватились, не поймем. Бока все синие. Все плечи. Мужа вон тоже все в больницу везли. Мы связались с руководителем турфирмы по телефону. Будут ли применены какие-либо штрафные санкции к водителю автобуса? Вот разберутся. Будет когда расследование, когда будет заключение. Тогда о чем-то можно говорить. Водители опытные, водители надежные. Это дорога. Все может включиться. Безопасность перевозки пассажиров турфирмой теперь проверит областная прокуратура. При наличии нарушений будут приняты меры реагирования. Станислав Костиков, Семен Ковтанюк, Сергей Дорохов. События дня.